В Одессе 6 часов вечера в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Не уступил дорогу. В итоге оторванные колеса и поврежденная остановка. Чудом никто из прохожих не пострадал. Авария произошла на поселке Котовского. Все подробности готовы рассказать Яна Нестеренко. Южная дорога, остановка общественного транспорта. На пузе спортивная БМВ с оторванными колесами. Чуть дальше разбитая Тойота. Машины двигались навстречу друг другу. Я ехал на зеленый оттуда, с той стороны. Выезжал на светофоре, ну на разворот и не пропустил меня человек. Я начал уходить вправо, ну чтобы уйти. Он меня ударил в бок и меня выкинул на бордюры и во все стороны. Свидетели говорят, скорость была приличная. Около 200 км в час. Водитель Тойоты не уступил дорогу несущемуся дорогому БМВ М5. Обе машины ехали на зеленый, но преимущество было у немца. Направляясь по южной дороге в центр, он столкнулся с Тойотой, которая двигалась с центра в сторону поселка и пыталась повернуть на улицу Кишиневскую. С нарушением правил дорожного движения человек Тойота Ярис, делая поворот налево, должен был пропустить встречный транспорт, то есть водителя автомобиля БМВ М5. Пострадал водитель Тойоты. Его доставили в больницу с переломом ноги. Как говорят свидетели, чудом осталась цела девушка. Она во время аварии стояла на остановке. Вот пошел занос. А вот она залетела в остановку. Остановка. И снесла часть покрытия. Часть покрытия снесла. Вот. Там же колеса нету, если вы обратили внимание. Вот. И пошла кубарем. Кубарем пошла юзом и кубарем. То есть такая была скорость, что здесь, когда посчитали полицейские, 140, больше 140 метров от места столкновения. Как они сказали сами ребята, которые в БМВ пробовали. Она пятилитровая М-ка, БМВ М-ка. Попробовали 200 километров в час. Молодая девушка стояла, взяла какого-то транспортного средства общественного. Она давала свои показания полицейским. Она когда увидела на какой скорости летела БМВ, она там не то, что попятилась, убежала. Она отпрыгнула. Чувство самосохранения. От остановки вот на место, где стоит это БМВ. То есть уже сюда, через клумбу перелетела. По словам родственников водителя Тойоты Ярис, мужчина во время поворота просто не увидел БМВ. Анна Грынев, Яна Нестеренко, Валентин Мирза. Седьмой канал. Преображенскую улицу перекроют. Рабочие раскопают участок от Бунина до Софиевской. В планах замена трамвайных рельсов и капитальный ремонт дороги. Объезжать реконструкцию придется по соседним улицам. Это Бунина, Садовая, Пастера и Елисофейтинская. И через переулки Маяковского и Некрасова. Изначально в мэрии заявили, что работы на Преображенской продлятся до ноября. Ну а теперь обещают проезд открыть летом. Участок будет перекрыт от Бунина до Дерибасовской, Садовая. Сама площадь перед Дерибасовской не будет перекрыта до 1-2 апреля, 2-3 апреля. Мы планируем до лета, может захватим какой-то период лета, завершить весь участок от Бунина до Софиевской. Права на квартиры инвесторов ЖК «Золотой берег» начали перепродавать. Жилплощадь, купленную за 60 тысяч долларов, отдают теперь за полторы. Владельцы квартир отстаивают свои права на имущество в суде. И вот на первом таком заседании побывала наш корреспондент Ольга Голодова. В Киевском суде начали рассматривать дело обманутых инвесторов жилищного комплекса «Золотой берег». На заседание пришли первые 10 владельцев квартир в знаменитом недострое. Права на жилье хотят отобрать у Владимира Дроздовского. Даже несмотря на то, что свою квартиру он полностью выкупил. Для этого 11 лет назад Владимир взял кредит в Райфайзингбанк «Оваль». Его, к слову, порекомендовал сам застройщик. По словам инвестора, свои обязательства он выполнил. Но банк подал в суд и передал его якобы долг другим лицам. Так было несколько раз. А в конце прошлого года мужчине пришло письмо, что какой-то человек выкупил его кредитные обязательства. Непонятное подставное лицо якобы купило мои кредитные обязательства всего лишь за 40 тысяч гривен. Это полторы тысячи долларов по сегодняшнему курсу. При том, что я выплатил практически всю сумму, может чуть-чуть 60 тысяч долларов. Адвокат инвестора называет иск очередной аферой. С помощью незаконной передачи долга права Владимира Дроздовского на квартиру продали. Да еще и по заниженной цене. Я думаю, что это просто подставная особа, через которую хочет прибрать до рук майновые права Дроздовского. Если бы этот объект никого не цікавил, або он не планировал бы его добудовывать, то такого бы позову не было. То есть это означает, что рано или поздно, напевно, будет конец в конце тоннеля, светло, вернее, в конце тоннеля. И для этого уже готовят, чтобы, когда добудуют, чтобы Дроздовский, такие как Дроздовский, не мали отношения уже до Золотого берега. Заседание перенесли. Судья удовлетворила иск ответчика. К рассмотрению дела привлекут третьих лиц. Теперь надо разобраться, как происходила передача прав на квартиру. Наговоры никто не предоставил. Ну а судебные тяжбы по недострою Золотой берег тянутся с 2008 года. Тогда и должны были сдать дом в эксплуатацию. Вчера состоялась встреча с начальником следственного управления, где находится криминальное впроваджение по нашему делу. И на следующей неделе должно произойти заслушивание и встреча с пострадавшими. И в том числе будем этот пример, той перепродажи непонятной, ставить в известность. В истории с недостроем пострадали около полутысячи семей. Сумма ущерба – более 50 миллионов долларов. Из них, со слов вкладчиков, украдено примерно 30 миллионов. Стройку начала компания «Прогрессстрой». Далее ее передали фирме «Адеком». Ни те, ни другие закончить строительство не могут. Ольга Голодова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Они будут платить, отключим газ, точнее отопление. Похоже, что управдом не достроена. Улица Макаренко 2А чтит творчество Леонида Гайдая. Чтобы заставить людей взять на баланс у СМД все недоделки застройщика, жители дома решили заморозить. Подробности расскажет мой коллега Игорь Хмурый. Элитный жилой комплекс по Одесски – это пустующие квартиры, тупиковая пожарная лестница, замурованные лифты и угрозы, как говорится, от застройщика. Напомню, очередная фера застройщика Селезнева обернулась горячей точкой. Лишние этажи, жилые пристройки на крыше, невозможность подключить бытовое, а не строительное электричество – это далеко не весь список проблем, которые ОСМД требует решить перед тем, как взять дом на свой баланс. Но застройщик ничего исправлять не собирается и торопит людей при помощи своей карманной управляющей компании. Когда угрозы полного отключения коммуникации не достигли цели, управдом нашел новый способ. Они насчитывают деньги на тех людей, которые здесь не живут, то есть за теплопотери. Теплопотери мы этих людей не видим, и потому сумма получается в несколько раз больше. Потому что живут на сегодняшний день в этом доме около 70 квартир, а всего квартир 400, будем говорить, 440 квартир. При этом управдом должников особо и не искал, ожидая, пока долг достигнет семизначной суммы. Мы просили, чтобы дали нам телефоны, свои телефоны дадим, кого мы знаем. Она просто хочет денег, тупо хочет денег. Получить деньги любым способом, при этом ничего не делая. Мы же повлиять на это не можем. И они говорят, что вы нам должны, типа, миллион семьсот, отдали только 453 тысячи. То есть мы вам отключили за неуплату. Батареи в элитном жилом комплексе остыли в ночь с 10 на 11 марта. Средняя температура в квартирах около 15-16 градусов. У одной из соседок Валентина четырехлетняя дочь сейчас в больнице с подозрением на пневмонию. Люди обращались во все инстанции, даже писали мэру. Ответа пока нет. Если власти не начнут реально решать их проблему в ближайшее время, обещают устроить очередное перекрытие дороги. Игорь Хмур и Андрей Кульба, Седьмой канал. Столетие украинской революции отметили сегодня в Одессе. К памятнику Тарасу Шевченко возложили цветы. Я отмечу, ровно сто лет назад была создана Украинская Центральная Рада. Первый официальный парламент добился признания прав народа на собственное государство. Руководителем Рады был Михаил Грушевский. Также важно отметить, что Петр Порошенко объявил 2017 годом украинской революции 1917-21 годов. В Одессе фактически зароджировалась паралельно с другими местами идея незалежной украинской государства. Потому что Одесса всегда была мостом между Украиной и миром. Протягом многих десятилетий в Украине взаимовывало вообще существование этой самой украинской революции. Говорилось и только о революции Людневу, про Жовтневу революцию. В Одессу впервые приедет Мишель Оден. Человек-легенда, исследователь естественных родов и первичного здоровья. Писатель, выдающийся научный деятель. По его системе работают врачи во всем мире. Светило-акушерство проведет в нашем городе бесплатный семинар для медиков. Все подробности у Юлии Федоровой. Мишель Оден – культовый врач и реформатор. Именно он ввел в акушерскую практику бассейны, партнерские роды и создание домашней обстановки в родильных палатах. Еще полвека назад он в корне изменил мировую акушерскую практику. И оказал колоссальное влияние на своих коллег во всем мире. Его приезда в Одессу в медицинских кругах ждут с нетерпением и особым трепетом. Это знаковый вообще человек, который приехал в Одессу в нужное время, в нужный час. Это основной философ, это человек, который популяризирует не просто акушерство, не просто естественные роды. Это человек, который в акушерской нашей практике в повседневности создал целую философскую систему. И эта философская система, как все великое, она абсолютно проста. Не мешать естественным родам. Открытый семинар Мишеля Адена пройдет в Доме ученых 14 апреля. Его организаторы – концептуальное пространство «Большой Бук», руководитель проекта «Доула Саули» Елена Филипчук при поддержке Одесского отделения Ассоциации акушеров-гинекологов Украины и Ассоциации психея. Мишель Аден – автор двух десятков книг, сотен научных исследований и разработок. Специалист с бесценным опытом и багажом знаний поделится своими научными открытиями с врачами Одессы. Достаточно широкий спектр медицинских специальностей, которые могут быть заинтересованы в его работах и исследованиях. Они будут участвовать в семинарии и что они смогут продолжать нести его знания, его идеи на самом современном последнем уровне доказательной медицины, воплощая их в своей практической деятельности на благо здоровья матери и ребенка. За свою жизнь он помог появиться на свет десяткам тысяч детей. Последние 20 лет Мишель Аден ездит по всему миру, рассказывая о своих разработках в области естественных родов. Он является основоположником многих направлений в акушерской практике, которые применяются в разных странах и получили научные подтверждения. То, каким образом человек приходит в этот мир, какие окружают его люди, какие окружают его условия, будут однозначно сказываться на том, каким будет жизнь человека. Это новые исследования, исследования последних лет, которые еще даже не опубликованы в книгах. Еще один семинар Мишеля Адена уже для широкого круга слушателей пройдет в помещении концептуального пространства «Большой Бук» в бизнес-центре «Кодор» 15 апреля. Знаменитый врач расскажет о здоровой беременности и безопасных родах, о факторах, которые способствуют естественному рождению ребенка или, напротив, могут нарушить этот процесс. Посетить семинар сможет каждый желающий. Юлия Федорова, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Купи пару ярких носков и помоги особенным людям. Одесская благотворительная организация «Солнечные дети» впервые запустила в городе акцию разноцветной носки. Ее суть проста. Купив у организаторов носочки, вы поможете детям с синдромом Дауна. Более подробно обо всем расскажет Наталья Костенко. Валентина не может сдержать слезы, когда рассказывает о сыне Назарии. Ее солнечному мальчику почти 14. И он растет настоящим мужчиной. Даже в автобусе, мы когда выходили, он мне подал руку, он всегда подает руку. Женщина в автобусе, ах, ну, вот это да. Ну, весь автобус, конечно, мы уже вышли, но слышно было, как она, что как бы ребенок с синдромом Дауна, ну, как бы инвалид считается. Как у нас говорят уже, если это, то она ах, ну, вот это да. Сюда, в маленькое подвальное помещение на Елисоветинске, 15, приходит 38 солнечных детей и их родители. Тут они общаются, занимаются с педагогами, проводят различные мероприятия. Накануне Всемирного дня людей с синдромом Дауна запустили популярную во всем мире акцию. Во всем мире к этому дню приурочена акция, либо флешмоб, как это можно лучше назвать, называется она «Разноцветные носки». Суть акции заключается в том, что вот носочки вот с такой символикой, здесь вот в 21 паре есть лишняя хромосомка у людей с синдромом Дауна, вот с такой символикой носочки мы предлагаем приобрести. Всего за 50 гривен. Сделать это можно в офисе организации на Елисоветинской, 15, а еще связавшись с ее участниками через страницу в Фейсбуке. Яркие носочки уже появились у полицейских приморского райотдела, футболистов-черноморца и студентов университета имени Ушинского. Конечно, носки можно просто носить. А 21 марта вы можете закрепить такой носочек у себя на груди, пройтись вот так вот по городу, чтобы почувствовать удивленные взгляды людей, понять, как каждый день чувствуют себя детки с синдромом Дауна. Вырученные от проведения акции деньги будут направлены на развитие солнечных детей Одессы. Флешмоб «Разноцветные носки» проводится во всем мире уже 12 лет подряд. А вот у нас впервые. И мы очень хотим, чтобы у нас организации, люди наши, одесситы, просто поддержали нас, помогли наших деток, потому что очень много есть мам, которые воспитывают сами детей. Ну, как бы родители и папы ушли. И это очень тяжело. Мы хотели бы, чтобы просто мы увидели, что эти дети хорошие, любящие. И в них любили очень много учить. Действительно. Эти дети – это дети солнца. 21 марта представители общественных организаций из всех крупных городов Украины приедут в Киев и направятся в Верховную Раду. Солнечные украинцы планируют пообщаться с депутатами и рассказать им о том, как живут и о чем мечтают. Наталья Костенко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Запасайтесь одесской литературой. В городе пройдет необычный флешмоб. 12 июля, ко дню рождения знаменитого одесского писателя Исаака Бабеля, готовят уникальный праздник. Сотни людей должны будут выстроиться в цепочку от литературного музея до памятника Бабелю и читать любимые отрывки из произведений авторов, которые хоть как-то связаны с Одессой. Они будут это читать, этих одесских писателей, в разных языках. Цель – показать миру, что Одесса – город мультинациональный, Одесса – город космополитный, где всегда в ВКВИ жили и будут жить дальше многие-многие национальности в мире и в духе праздника. Участники могут выбрать любой язык – армянский, немецкий, эстонский и другие. Для этого у них есть 20 минут. По словам организаторов, чтобы поделиться и самому насладиться любимой литературой, этого времени будет достаточно. Семи часам просто блуждающие по улицам люди с книгами под мышкой вдруг выстраиваются в единую цепь и друг к другу начинают читать самые любимые свои кусочки из произведений одесских авторов. Как вы понимаете, в данном случае это настолько смачное, настолько хорошее занятие, что заставлять никого не нужно. Просто почитать что-то из Паустовского, из Бабеля, из Олеши, Катаева. Регистрация уже открыта, анкету можно заполнить. В группе Одесса читает. Одессу читают. В Фейсбуке и на мероприятие приглашают координаторов, а также всех, кто может создать красивую картинку с воздуха. 12 июля многие книги будут лежать на специальных тумбах и ждать своих чтецов. Ограничений нет, присоединиться к флешмобу может абсолютно каждый. И о погоде в Одессе. Она, как всегда, непредсказуемая. Сегодня днем город накрыл град, крупицы льда были небольшими, и через 10 минут осадки, правда, закончились. По прогнозам синоптиков, пасмурная погода в Одессе продолжится еще неделю, а на выходных в Одессе и области пройдут дожди. Всему виной циклон, который пройдет через центральные районы Украины. По области, возможно, даже сильные дожди. По Одессе мы думаем, что это будет как умеренный дождь. Циклон очень быстро будет проходить, и ветер будет меняться с южного направления на северо-западный, и за ним будет некоторое похолодание. После выходных осадков не ожидается, но сохранится пасмурная погода, а небольшие дожди пройдут только 22 марта. Пока у нас на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию по телефону 726-3226. Итоги дня, как всегда, подводим в 20.00, ну а после выпуска новостей смотрите программу «Прожектор». Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok